Конфликт, произошедший 13 и 14 марта 2019 года на территориях, где компактно проживают таджикские и кыргызские народы, и в результате которого погибли двое граждан Таджикистана и получили различные виды травм около 30 человек с таджикской стороны, еще раз заставляет задуматься о сложности сложившейся ситуации, исходящих от нерешенных приграничных проблем сообществ. События, происходящие на территории Кыргызской республики, в частности приграничь Баткена и Сфары, заставляют задуматься о том, насколько действуют законно или выполняются элементарные требования прежних договоренностей, которые должны были быть гарантом стабильности. Кыргызы, готовые прорваться на территорию одной из воинских частей, требующей оружия, это что, бездействие старейших правоохранительных органов, силовых структур? На этом другом любительском видео идет обсуждение ситуации. Представитель кыргызских властей пытается объяснить местным жителям, в ответ на их требования выдать оружия, что у военных при выдаче оружия население привлекут к ответственности. Чиновник объясняет, что оружие раздать он всем не сможет, ввиду исключения возможного выдачи оружия только отдельным лицам. Кроме того, в наши руки попали и вот эти кадры, как кыргызские военнослужащие, приехавшие на автобусах, начали занимать позиции у границы. Что это? Очередная провокация? Возмущает также другой факт. На этих кадрах видно, что представители правоохранительных органов Кыргызии участвуют в беспорядках вместе с жителями Кыргызии, которые обкидывают камнями граждан Таджикистана. Для предупреждения аналогичных ситуаций необходимо решить большую проблему по делимитации демаркации границ между Республикой Таджикистан и Кыргызской Республикой. Процесс идет, но очень вяло, что является одной из основ возникновения конфликтов. При таких ситуациях необходимо в первую очередь сдержанность и плавный подход к регулированию ситуации со стороны компетентных органов и общин. Однако имеется много провокаторов и подстрекателей, которые действуя или из своих принципов, то ли по указанию извне, подливают масло в огонь. У любых конфликтов...